В минувшие выходные в Тирасполе в спортивном клубе профсоюзов впервые в Приднестровье состоялся международный турнир по художественной гимнастике такого уровня. Приднестровская осень гостеприимно встречала более 40 юных гимнасток из Германии, России, Украины, Молдовы и, конечно же, Приднестровья. Обще известно, что за кажущейся легкостью и грациозностью элементов этого, пожалуй, самого женственного из всех видов спорта стоит долгий, упорный, порой очень тяжелый труд воспитанниц и их тренеров. Художественная гимнастика, безусловно, один из самых женских видов спорта, потому что развивает в юных девочках стремление быть леди, истинной красавицей, ценительницей гибкости, грации, гармонии. Многие психологи предполагают, что гибкость тела способствует развитию таких качеств, как гибкость характера. Поэтому будем надеяться, что наши юные красавицы, которых мы с вами сегодня видели, достигнут и желательной гармонии как внешней, так и внутренней. В украинский Донецк юные гимнастки увезли три золотых медали. А бывшая наша соотечественница, а ныне жительница Германии Карина, рассказывала об отличиях между немецкой и нашей гимнастической школой. У нас тоже гимнастика намного сильнее, чем в Германии. В Германии гимнастика слабо, все думают, потому что немцы ленивые, так сказать. Это не так. В Германии, во-первых, нельзя растягивать детей, потому что отдаётся очень большой штраф, нельзя причинять боль детям. Это очень тяжело, нельзя, чтобы дети плакали, нельзя. Даже дома, если мама на тебя накричит, ребенок может спокойно пойти, сказать на меня, мама накричала, они получают штраф огромный, некоторые сидятся в тюрьму. Это очень опасно, и только из-за этого в Германии гимнастика слабо. Суеверие в спорте – не последнее дело. Многим придаёт уверенности и помогает сконцентрироваться, успокоиться и выдать по максимуму всё, чему учили, какой-нибудь талисман. Ведь юные спортсменки, прежде всего, маленькие женщины, и во взрослом, серьёзном спорте не обходятся без кукол. Мужка есть дома, только я её забыла с собой взять, потому что она дома, она мне поможет. Юные одесситки и их родители в Тирасполе впервые, но уже 8 октября одной из украинок удалось завоевать второе место в этих соревнованиях. Мы приехали с Одессы на соревнованиях по художественной гимнастике. Первый раз так? Да, первый раз. Мы были приглашены в Молдавию. Кто что занял? Я второе. Я третье. Пятое. Пятое. Будете ещё приезжать? Да. За выступлением гимнасток внимательно следили не только судьи, но и их коллеги – юные спортсменки, которые для себя на будущее высмотрели много новых оригинальных элементов. Светлана Хромых из Тирасполя для Днестр ТВ. Светлана Хромых из Тирасполя для Днестр ТВ.